Добрый день дорогие друзья, подписчики, а также зрители, случайно зашедшие на мой канал Совет Сантехника 7.1 Для тех, кто меня не знает, хотелось бы представиться. Меня зовут Владимир, я работаю сантехником, монтажником уже 20 лет и в свободное от работы время снимаю и выкладываю ролики в YouTube о разных сантехнических мелочах, хитростях, премудростях. И данный видеоролик хотелось бы посвятить такому незаменимому прибору в моей работе, да и не только в работе, а и в быту. Как лазерный уровень, вот. Ну а конкретно остановлюсь на той замечательной вещи, которой я пользовался 2,5 года. Вот. Инструмакс 2D. Вещь отработала верой и правдой 2,5 года. Вот. Падала, валялась, поднималась, работала. Ну, как бы, когда в случайности происходит то и дело, то превращается это в закономерности. В итоге он шлепнулся у меня с подоконника и аккурат стеклышком на фитинг. В итоге стеклышко в хлам. Вот. Спешка, гонка, экстренный ремонт ничего не дал. В итоге разворочил я, короче, его. О, вот такая вот штука получилась. Незаточенные руки под ремонт нивелиров. В итоге сам себя наказал на покупку нового нивелира. Ну, немного предыстории. Заказывал я первый свой Инструмакс 2,5 года назад. Это весна 2017 года. Хотел купить в комплектации со штативом. Вот. За 2,300 тогда ценник был по акции. Ну, естественно, горячих пирожков не бывает много. Не успел. В итоге купил простую комплектацию. Это в блистере был сам лазерный уровень и 2 дешман батарейки. Которых надолго, естественно, не хватает. Вот. Работал, работал я им. Все мне нравилось. Все замечательно. И люди покупали такие же. Вот клиенты, заказчики. Видимо, приборы им тоже очень нравилось. Покупали такой же. Ну, в итоге вот шлепнулся. И настали муки выбора. И полез я по всем сайтам. Заходил на китайский Алиэкспресс. Вот. Думал, ну, что-нибудь эдакое такое себе приобрету. Вот. Взамен вышедшему из строя по вине кривого. Винеть-то некого. Сам, блин, разворочил, разломал, уронил. Вот. Искал, искал. Вот. Полез по нашим отечественным сайтам. Ну, думаю, не попробовав, не подержав руками, не повключав, думаю, ну, не стоит покупать его. Ну, и немаловажную, конечно, роль играет, конечно же, это ценник. Ценник, ценник, ценник. Я подумал, если я куплю дорогой, и он у меня будет так же летать, как и первый инструмакс мой, вот, то я останусь без штанишек. В итоге в голове возникла мысль. А если тебе так нравилась вещь, в которой ты работал, и у тебя к ней никаких претензий не было вообще за два с половиной года, какой смысл покупать что-то другое? В итоге я в интернет-магазине, в нашем отечественном, нашел самую шоколадную цену на него и заказал себе комплектацию со штативчиком за 2,700. Без штатива он 2,500 сейчас ценник, а со штативом 2,700. Самые дешевые. Вот. И в итоге приобрел. На следующий день уже на точке самовывоза я забирал вот такую вот коробочку. Инструмакс 2D. Комплектация со штативом и с батарейками. Вот. Ну, использую я батарейки Energizer. Этих батарейок хватает на 2 месяца. Но это не как он, грубо говоря, сначала смены-то и включил его, и все, он у тебя горит, как лампочка. Нет. Это я поставил, сделал отметочки, все выставил и убрал. Завернул, в чехол убрал, все, и убрал его. То есть я его включаю по мере необходимости. Он не горит у меня круглый рабочий день. Вот. Тогда батарейки выжигаются моментом. А так, хороших батареек, грубо говоря, Energizer вот хватает на 2 месяца работы. На аккумуляторы как-то еще не дошли, руки не заморочился. Вот. Ну что, давайте откроем коробочку, посмотрим, как это все, что все выглядит. Итак, дорогие друзья, вот такая вот простенькая упаковочка. Конечно же, это не Apple Watch, а все по-простому, по-дешману. Такая картонная упаковочка. Раскрываем. Здесь у нас сам лазерный уровень. Вот в этой пузырьковой упаковочке. Вот батарейки, которые я уже вставил. Сам штатив. Штативчик небольшой. Ну и, собственно говоря, вот инструкция. Все написано по-русски, понятно. Как бы, что тут одна кнопка, поэтому не заблудитесь. Итак, дорогие друзья, вот сам у нас уровень. Вот такой вот он небольшой. Вот. Очень удобный. Если куда-то, например, я поднимаюсь по лестнице, лезу где-то что-то отметить, он у меня в кармане, в руке. Дорогие друзья, данный лазерный уровень имеет две комплектации. Я купил вторую комплектацию, где в комплекте входят батарейки, сам лазерный уровень и небольшой штатив. Вот. Сам лазерный уровень имеет очень компактные размеры. То есть, очень удобно куда-то положить его в карман, залезть, куда-то по лестнице померить, поставить отметочки. Все очень удобно. Из-за этого я его и приобретал. Он имеет прорезиненный корпус. То есть, пожалуйста, он у меня первый падал, валялся, где только, как говорится, не побывал. И чем я его не сваливал. Здесь у нас сверху находится кнопка управления. Она одна единственная кнопка управления лазерным уровнем режима. Вот. И здесь клавиша фиксации маятника. Также имеется два окошка. То есть, вы можете поочередно включать либо вертикал, либо горизонтал. Также имеется здесь резьба на 1,4 дюйма для крепления к штативу. Батарейки здесь всего две пальчиковые, которые АА+. Это вот у нас здесь, вы видите, какой-то хангонг, бог поймешь чего, блин. Ну, я говорю, это так, как бы, для проверки работоспособности эти батарейки. Маятник сам фиксируется очень хорошо. Вот, видите, ничего, он не дребезжит, ничего. И вот я его отпущу. Вот видите, то есть, клавиша фиксации работает очень хорошо. Давайте посмотрим прибор в работе. Итак, опускаю вниз клавишу фиксации маяка и нажимаю на клавишу. То есть, вот у нас зеленым, это у нас горит горизонтал. Красным у нас горит вертикал. Желтым у нас горит индикатор, это крест. И также можно зафиксировать его клавишей крест. Сейчас вот переключим. Вот, переключил на крест. И режим работы под уклоном. То есть, мы фиксируем клавишей и работаем под уклоном. Сейчас я это все покажу. Это у нас, значит, режимы работы. Итак, линии от лазера очень яркие, красные. Конечно, они не такие яркие, как от зеленого. Но вот, говорит красным, это расстояние с расстояния где-то двух метров. Мне, в принципе, для работы, когда радиус моей работы перемещения внутри объекта составляет 10 метров. Ну, смысл брать, как говорится, дорогую вещь, которая там пробивает шестиподъездный дом от начала до конца. И стоит, блин, чуть дешевле вертолета. При отклонении плоскости нивелира более чем на 4 градуса, лучи тухнут. Вот, видите? А также есть вот эта вот работа. Раз, два, три, четыре. Вот, нажал и фиксируем клавишей. Вот. И работа, пожалуйста, под наклон. То есть, я работаю один, например, я поставил две меточки. И в подвале, пожалуйста, по лазеру можно гнать без проблем систему канализации с уклоном. Все будет ровно, четко, как бы, как по фэншу. Еще он работает с приемником. То есть, это когда расстояние, днем, если засветка, лазер не видно. Вот, но мне, как бы, руки не доходили для работы с приемником. Я не отделочник, сантехник. Мне вот этого вполне хватает. Но еще неоспоримым преимуществом данной модели является то, что у него его луч светит очень низко от плоскости, на которую установлен лазер. Всего лишь три сантиметра. Для меня это очень удобно, когда проводишь клипсы на уровне пола, то есть над полом. Поставил лазер и все ровненько, аккуратно и красиво. Пробежался, отметил, просверлил. Так, ну, такая вот полосочка от лазера с расстояния 10 метров. Это в солнечный день, внутри помещения, в тенечке. Так, ну, такая полосочка с расстояния 1 метра. Вот, так что в радиусе 10 метров в помещении работать лучше и не надо. Ну, вот так он светит. Вот клипсы ставил. В принципе, видно. Так что, вот такой чудесный карманный лазерный уровень. Также его отличительной особенностью является его стеклышко, через которое светит диод вертикальной развертки. Оно расположено под наклоном. И если я его ставлю задней частью к стене, вот, то он проецирует луч лазера сзади себя. То есть получается охват 360 градусов. То есть мне не надо, например, лазить на потолок. Мне достаточно по двум отметочкам на двух стенах. Вот здесь не видно, свет светит. Вот она. Поставить две отметочки и у меня ровный и красивый потолок. Я могу залазить и ставить ровно на параллельной стене клипсы, хомуты. Вот. Вот такая вот замечательная штучка на штативчике. Штативчик, так, больше для понтов. Вот. Китайский, естественно, из дешман пластмассы, из дешман силуменчика. Вот. Ну и тем не менее. Тут даже вот это уровень есть небольшой, пузырьковый. Ну, как бы, так это все. Баловство. Ну, уровень очень хороший сам по себе. То есть, вот по функционалу. Его можно приложить к стене, залезть куда-то на лестницу, либо под потолок, сделать отметочки. Вот. Убрать, выключить. То есть, вот эту вот дорогую гравитсапу, которая на трех ногах, там, хилки или макита, ну, приложите его так к стене. Наверху сделайте отметочки под потолком. Естественно, у вас это не получится. Очень функциональная штука. И, самое главное, что она практичная. Большой функционал за не самые большие деньги. Не так, господа. Если решите покупать, то это достойная вещь. Не ради рекламы. Одним отработал два с половиной года. Надеюсь, это прослужит дольше. Если сам же опять не сломаю, не раскурочу. Вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всегда рад вашему вниманию. Всем удачи, всем пока.